Привет! В руках у меня неплохая бюджетная колонка Saunac 5.4 и стильные наушники Saunac U1. Начнем с колонки. Новый гаджет от молодой и перспективной фирмы Saunac. В колонке отмечена водонепроницаемость, согласно стандарту IPX6, также Bluetooth 5.3, Extreme Stereo Sound и заявленные крутые басы, хотя крутыми я их не назову. Колонка обладает привлекательным внешним видом. Ее дизайн выполнен в цилиндрической форме, как и у большинства колонок. Большая часть ее поверхности покрыта тканью, а логотип Saunac выполнен из объемных резиновых букв. Выглядит стильно. На обоих концах колонки расположены пассивные излучатели, предназначенные для усиления низких частот. На торцах предусмотрена цветная RGB-подсветка, которую можно отключить для экономии энергии и которая синхронизируется с музыкальным треком. Основные кнопки управления размещены на специальном пластиковом блоке. Управление стандартное и понятное. Сейчас все с вами протестируем, поймем управление и послушаем колоночку. Итак, переходим к тестированию звучания и посмотрим на внешний вид колонки, на ее управление. Значит, колоночка у нас Saunac P4. Вот на задней панели видим кнопки управления и темляк. Включается она по стандарту, все обычно. На самом деле колонка очень похожа на Tronsmart T7 Lite. По мощности, по габаритам, ну и в принципе по внешнему виду, только не по цене. Так, сразу же подключаемся к телефону. Вот у нас Saunac P4, 60% зарядки. Приложения на телефон у колонки нету, так как, например, как у Tronsmart, ну поэтому и цена дешевле. Значит, у нас есть регулировка этим вот мерцанием и есть регулировка режимами. У нас есть три режима работы. Обычный звук, потом повышенный бас. Ну, заявляется, что он крутой, но он здесь обычный средненький бас. Сейчас так же все увидите. И есть также режим управления, вернее, настройки эквалайзера для пения, что ли, для, ну типа как бы пения голосом. Управляется все это зажатием на 2 секунды кнопки M. Синий цвет, это стоковый цвет, самый стандартный, басов не ощущается. Потом зажимаем на 2 секунды, у нас загорается по зеленый цвет. Это режим Deep Bass. И еще одно нажатие, это белый режим. Это режим с упором на вокал, то есть с упором на высокие и средние частоты. Но давайте предлагаю тестировать все на зеленом режиме, вот на этом, на басовитом. Также можно управлять подсветкой. Нажимаю, просто нажимаю на кнопку включения и мы видим, что подсветка меняется. То есть есть три режима подсветки и четвертое нажатие, выключаем подсветку вообще. Опять же, включили, это у нас первая подсветка. И еще замечу ваше внимание, что можно колонку использовать вот так правильно, потому что здесь есть ножки и можно использовать ее вот так, просто облокатив на заднюю часть. Итак, погнали тестировать. Это режим с басами. Нет, не с басами. Вот режим с басами. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Hочу заметить ваше внимание, что у нас звук не 360 градусов, два динамика расположены в передней части. То есть в задней части динамиков нет. Если, например, сравнивать с Tronsmart T7, они очень похожи на вид. Также вот у них такое управление. Вот тоже темляки. Ну, то есть это понятно мощнее и дороже, это поменьше. То у Tronsmart T7 звук 360, у этой нет. Сейчас включим какой-то супер бас для колонки. Режим с басом. Хотя давайте не так. Как я проверяю бас? Просто обращайте внимание на вот этот вот краешек листа. Если он будет вибрировать, значит бас будет. Даем максимальный звук. Как вы видите, баса нет. Ну, то есть он как бы есть, но что-то его нет. В общем, глазами я все увидел. Басы у нее, конечно, есть, но не такие, как у Tronsmart T7 и не такие, как у Light, я думаю. У Light они тоже такие слабенькие, как и здесь. В принципе, колонка на самом деле неплохая, достойная. У нее хорошая качественная сборка, хороший внешний вид, довольно неплохой звук, хорошее управление. Есть AUX, есть Type-C и TF-карта. То есть USB это означает то, что колонкой можно будет заряжать ваш телефон, допустим. И присутствует зарядка Type-C, что очень хорошо. Она имеет легкий вес, она небольшая по габаритам и, в принципе, довольно неплохая. Беспроводные наушники Soundark Q1 с 13-миллиметровыми драйверами и временем работы до 6 часов, а с боксом и вовсе до 25. Значит, целые сутки с музыкой на средней громкости. Работают они на версии Bluetooth 5.3. Аудиокодеки SBC. Дальность работы до 15 метров. Время работы до 6 часов при 50% громкости. Аккумулятор наушников 30 мАч, а бокса 300 мАч. Время зарядки бокса 1,5 часа. Комплект поставки стандартный. Динамик в теле наушник размещается под небольшим углом, что позволяет наиболее удачно разместить его в ухе. На головке с обратной стороны от звуковода разместилось отверстие со светодиодной индикацией. Подсветка белая и в этом же месте есть сенсорная кнопка для управления наушниками. На конце ножки металлические контакты и отверстия микрофона. На наушниках отсутствует маркировка направленности Left и Right, поэтому в первое время можно слегка путаться. Заряд от бокса аналогичен времени зарядки и не превышает 1,5 часов. При этом на боксе есть светодиодный индикатор, указывающий на выполняемое действие. К примеру, разряженный аккумулятор или заряд установленных наушников. Управление отзывчивое и фантомных срабатываний во время установки не замечено. А вообще звук приятный, нет посторонних частот, отсутствуют дребезжания или срывы на низких частотах. Думаю, что производитель смог достичь именно тех показателей, когда есть баланс между ценой и качеством. По большей части наушники рассчитаны на средние частоты. Далее преобладают высокие частоты и замыкают низкие частоты. Регулировки подаются высокие, их можно добавить по всему диапазону и даже больше, когда уже неприятно слушать. А вот с низкими значительно хуже. Регулировки они подаются, но массивных басов вы не получите. Разговаривать, кстати, по наушникам очень удобно. Собеседник хорошо слышит и понимает даже тихую речь. Хочу отметить по наушникам одну интересную особенность, которая мне понравилась. Это форма самого амбушюра, скажем так. Обратите внимание, какая это форма. Она не круглая. Вот у меня есть, например, наушники от Blitzwolf. Давно делал на них обзор. И вот давайте сравним их формы. То есть у этих наушников, у Sonark овальная форма, а у Blitzwolf круглая. Я не люблю вообще вот такие вот наушники, типа вакуумные, потому что у меня они выпадают из уха. У меня уши болят и они выпадают из уха. Но эти наушники у меня сидят круто, хорошо. И мне они были удобны сразу же из упаковки. Я, конечно, поменяю, наверное, эту амбушюрку на меньшую, потому что у меня уши болят. Но вообще имейте в виду, мне они комфортные, очень комфортные. Кстати, и звучание очень даже неплохое. Вот реально, я слушал в этих наушниках музыку. То есть она довольно хорошая, басовитая. И эти вот наушники стоят 10 долларов. То есть за свои деньги это вот крутая вещь. Реально, за 10 долларов вы получаете хорошие наушники с удобным амбушюром. Не круглым, а овальным. С хорошим дизайном, с хорошим звуком. Так что всем спасибо за просмотр. Пишите ваши комментарии, что думаете про наушники и про колонку. Ставьте свой царский лайк. И пока-пока, скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok